Всем привет, мои дорогие любители шагающих машин смерти! Вы находитесь на канале Вот о Чём. К нам только что подъехало свежее копье для разбора, поэтому давайте начинать! Итак, первым номером у нас идёт Ассасин. Средний мех весом в 40 тонн, способный разбежаться до 113 км в час, при этом он хорошо прыгает. И на этом родство с названием Ассасин у этого меха заканчивается. Вооружение самой распространённой версии этой машины, под названием ASN-21, не выдерживает никакой критики. Мех вооружён всего одним средним лазером в правой руке, а также ракетными установками, одной RBD-5 и одной RMD-2 в полуторсах. Таким образом, суммарная поражающая мощь этого меха на разных дистанциях очень низкая. Добавьте к этому и довольно скромное бронирование этой машины, и вы получите мишень, которая не способна дать адекватный отпор. При этом эта машина представлена в игре сразу в нескольких вариантах. Советую вам обратить внимание на модификацию Ассасина под названием ASN-26, оснащённую ультра-автопушкой и двумя средними пульсирующими лазерами. Этот мех бронирование своих сородичей, а ультра-автопушка позволяет ему наносить серьёзный урон на больших дистанциях. Если хотите ещё сильнее усилить бронирование этой машины, можете заменить средние пульсирующие лазеры на обыкновенные средние лазеры, а вырученный вес потратить на увеличение брони. Существует также и геройская версия Ассасина. Этот мех оснащён сразу двумя установками RBD-5, двумя средними лазерами и АП-2 в правой руке. Поскольку эта машина очень схожа по характеристикам со своими собратьями, я бы рекомендовал вам полностью отказаться от ракетного вооружения, а сэкономленный вес потратить на то, чтобы перевооружить мех более мощной автопушкой. В такой сборке Ассасин действительно сможет постоять за себе, а поскольку орудие будет установлено в его руке, а не в полуторсик, маневрировать огнём во время прыжков будет гораздо удобнее. Лично мне Ассасин ни в каком виде не зашёл, и я не стал бы рекомендовать вам покупать этот мех. В следующей очереди у нас мех под названием Вулкан. Видимо это название объясняет состояние пердаков пилотов, которые садятся за штурвал этой машины. Несмотря на то, что этот мех представлен в игре сразу в нескольких модификациях, все они представляют собой одно сплошное недоразумение. При скорости в 97 км в час, этот 40 тонный мех обладает довольно скромным бронированием, и даже очень узкий корпус не спасает его от вражеских попаданий. Самая распространённая версия этого меха оснащена всего одним пулемётом, одним огнемётом, скорострельной версией АП-2 и средним укороченным лазером. Такое пёстрое и одновременно слабое вооружение не даёт этому меху нормально вести бой. Не лучше обстоит ситуация из геройской версии этой машины. Несмотря на то, что этот мех обзавёлся сразу четырьмя установками РМД-4 и сразу тремя пулемётами, его лазерное вооружение представлено всего одним малым лазером. Если будете палить сразу из всех РМД-4 одновременно, мех очень быстро перегреется, из-за чего придётся отступать подальше, чтобы успеть охладиться. Ведь трёх пулемётов и одного малого лазера явно недостаточно. Для того, чтобы эта слабо бронированная машина могла эффективно сражаться в ближнем бою. В принципе, если постараться, можно превратить вулкан во что-то более-менее играбельное. Но преодолеть его врождённые недостатки не получится. Как бы вы не обмазывали этот мех бронёй, он всё равно будет сыпаться под вражеским обстрелом словно картонный. Лично я рекомендую вам не тратить своё время на эту машину и пройти мимо. Далее на очереди у нас Виндикатор. 45-тонная машина, которая во многом мне напомнила более лёгкую Пантеру. И хотя Виндикатор бронирован сильнее Пантеры, а также лучше вооружён, скорость всего в 64 км в час, на мой взгляд, для этой машины является приговором. Самая распространённая версия Виндикатора вооружена одним питч, одним средним лазером, одним малым лазером и установкой РБД-5. Также Виндикатор оснащён и прыжковыми двигателями. В игре этот мех представлен сразу в нескольких вариантах, которые плюс-минус схожи друг с другом. Также у Виндикатора имеется и его геройская версия. Но она почти ничем не отличается от стандартных машин. Виндикатор может неплохо держать дистанцию с противником и находиться в обороне. Но если этой машине нужно быстро перемещаться по полю боя, либо ей навязывают ближний бой, шансы на выживание у этого меха снижаются до критического минимума. Поэтому я не советовал бы вам покупать эту машину. А наш сегодняшний обзор завершает мех под названием Феникс Хоук. Этот эстетически выглядящий 45-тонный красавец, способный развить скорость до 97 км в час, в некоторых своих модификациях оснащён прыжковыми двигателями, что позволяет ему очень быстро перемещаться по полю боя и эффективно атаковать противника. Несмотря на то, что Феникс Хоук бронирован не очень сильно, высокая мобильность этой машины позволяет неплохо сражаться и избегать вражеского огня. В своей самой распространённой версии Феникс Хоук вооружён одним большим лазером, двумя средними лазерами, а также двумя пулемётами. В игре представлены и другие виды Феникс Хоука, которые в целом выдерживают общую ориентацию этого меха на лазерное вооружение. Также у Феникс Хоука есть и его геройская версия, на которую я бы советовал обратить внимание, так как геройская версия Феникс Хоука воплощает в себе всё самое лучшее, что есть в этой машине. Геройский Феникс Хоук вооружён одним большим удлинённым лазером, одним пить, двумя средними лазерами, противоракетной обороной, а также ему зачем-то оставили один пулемёт, от которого вы смело можете избавляться, поскольку большого проку от него не будет. При этом, несмотря на всю эту красоту, я должен вас предупредить о двух недостатках геройской версии Феникс Хоука. Первым из них является бронирование этой машины. Поскольку геройский Феникс Хоук обзавёлся вторым большим слотом под лазерное оружие, его броня сильно похудела. Она является самой слабой среди всех модификаций Феникс Хоука. Также советую не забывать о перегреве. Поскольку подавляющее количество вооружений геройского Феникс Хоука является лазерным, вы будете очень быстро нагреваться. Поэтому ведите огонь осторожно. Советую вам как можно дольше держать максимальную дистанцию с противником, атакуя его с флангов и тыла, при этом маневрируя, чтобы избежать вражеских попаданий. В противном случае ваш геройский Феникс Хоук очень быстро превратится в металлолом. Тем не менее, Феникс Хоук в любой из его модификаций это очень хороший средний мех, мобильный и обладающий достаточным количеством вооружения, чтобы эффективно вести бой на средней и дальней дистанции. Если этот мех заинтересовал вас, смело покупайте и паркуйте в своём гараже, рядом с остальными своими сокровищами. А на этом месте я с вами прощаюсь, всем удачи и хорошего дня! Продолжение следует...